Добрый день, дамы и господа. В этом уроке мы поговорим о наиболее благоприятном для торговли времени и о том, когда стоит воздержаться от каких-либо действий, от сделок. Когда же работает рынок Форекс? Дело в том, что валютный рынок работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Но это вовсе не значит, что вам нужно торговать 24 часа, постоянно что-то проверять, заглядывать и так далее. Как существует большое количество часовых поясов, и соответственно в разных странах в одно и то же время часы показывают разное время суток, а менять валюту нужно всем и постоянно, то поэтому валютный рынок работает круглосуточно, чтобы в любой стране мира всегда была возможность поменять валюту. Технически торги на рынке Форекс начинаются в воскресенье утром в Тель-Авиве и продолжаются до обеда в пятницу в Нью-Йорке. Однако тель-авивская сессия настолько мала, что ее обычно игнорируют, и настоящие торги начинаются в понедельник утром в Новой Зеландии. Хотя торговый день и начинается в Веллингтоне, в Новой Зеландии, там открывается первый трейдинг-центр, но это очень небольшая площадка, и обороты торговые там очень и очень небольшие. Торги начинаются именно реально активизироваться с открытием Сиднея и Токио. Поэтому принято считать, принято выделять, в четыре торговых сессии Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк. Когда открывается трейдинг-центр в Лондоне, то начинаются самые активные, как правило, действия, самые активные движения на рынке, так как это площадка с самыми большими оборотами. Когда Лондон отправляется на обед, к торгам подключается Нью-Йорк, второй по объему сделок торговый центр. Самые большие объемы сделок проходят в период, когда две торговых сессии как бы накладываются друг на друга. Когда Лондон и Нью-Йорк торгуются одновременно. Когда Нью-Йорк уже открылся, а Лондон еще не закрылся. Самый вялый, самый слабый по движениям период приходится на то время, когда Нью-Йорк закрывается и открывается Веллингтон в Новой Зеландии. То есть примерно за час до закрытия Нью-Йорка и час после закрытия Нью-Йорка наблюдается, как правило, очень и очень вялый период активности на рынке. Как узнать, в какое время проходят эти самые торговые сессии по отношению к вашему времени, по отношению к времени, которое на вашем компьютере, которое там, где вы проживаете. Так как в России постоянно то переводят часы, то отменяют перевод часов. Правительство само не знает, чего оно хочет. И, возможно, когда вы будете смотреть это дело, вступит какой-то очередной закон в силу. Да и, я уверен, эти видео смотрят и люди из других стран, люди с другими часовыми поясами, русскоговорящие. Поэтому, для того, чтобы всем было удобно и все понятно, заходите на сайт forexmarkethours.com и здесь видите вот такую вот табличку. Выбираете ваш часовой пояс, там, где вы живете, допустим, Москва. Выбрали и нажимаете кнопочку «Go». Страница перезагрузится. В зеленом прямоугольничке должно высветиться время, которое у вас сейчас на компьютере, которое там, где вы живете. Если это время не совпадает с вашим временем, значит, вы что-то выбрали неправильно. Либо вступили в силу какие-то очередные законопоправки и на сайте это еще не успели учесть. Поэтому просто выберите какой-то другой часовой пояс. Главное, чтобы время вот в этом зеленом прямоугольничке совпадало с вашим временем, с временем вашего часового пояса, чтобы вам все было понятно. И далее вы можете видеть вот такими вот прямоугольничками отмечены торговые сессии. Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Токио. Ну а вверху часы. Я думаю, тут все уже прекрасно ясно и понятно, с какого часа по какой продолжается каждая сессия. Когда они накладываются друг на друга, все это ясно и четко видно. Так какое же время лучше всего торговать? Если вы торгуете на дневных графиках, то, соответственно, торговые сессии вас особенно интересовать не должны. Вы просто открываете и закрываете сделки после закрытия дневной свечи. Также можно не обращать особого внимания на сессии при торговле на 4-часовом тайм-фрейме. А вот если вы торгуете внутри дня на тайм-фреймах от часовых и ниже, то есть если вы торгуете на графике с тайм-фреймом 1 час, M30, 15 минут или 5 минут, или еще какой-то тайм-фрейм меньше часа, то в этом случае вам стоит обращать внимание на торговые сессии. Как правило, внутри дня торговля ведется с открытия Лондона и первые несколько часов 2-3 часа американской сессии, нью-йоркской сессии. После этого внутридневные трейдеры, как правило, стараются свои позиции закрыть и забыть о торговле до следующего дня. Отдельные позиции можно держать до закрытия нью-йоркской сессии, но активную торговлю спустя часа 2-3 после открытия Нью-Йорка стоит уже прекратить. Открывать какие-то позиции после закрытия нью-йоркской сессии до открытия Лондона не стоит, я вам этого делать не советую, так как в это время рынки не особо предсказуемые и есть шанс получить убытки. Это если вы торгуете на небольших тайм-фреймах, если вы торгуете на дневных графиках или 4-х часовых, то можете открывать позиции без учета торговых сессий. На этом все, спасибо за внимание.